Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала SkyWay Capital! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от SkyWay, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний SkyWay и SkyWay Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. На симпозиуме РГО «Степи Северной Евразии» участники рассмотрели концепцию создания экологичной транспортно-инфраструктурной сети. В ее основе лежат инженерные решения, разработанные Анатолием Юницким. Финансовый портал MyFin представил статью, в которой рассказал о том, как SkyWay поможет решить проблему пробок. Во время выставки «Инотранс-2018» Михаил Кириченко поговорил с гостями стенда SkyWay о том, что они думают о струнном транспорте и как видят его будущее. Приглашаем наших инвесторов и партнеров на конференцию SkyWay Capital, которая пройдет 10 ноября 2018 года в Москве. Об успешном развитии компании SkyWay Capital на международном рынке наши инвесторы и партнеры смогут узнать на конференции, которая состоится 13 октября 2018 года в Тбилиси. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. С 9 по 13 сентября 2018 года в городе Оренбурге проходил 8-й международный степной симпозиум Русского географического общества «Степи Северной Евразии». Повесткой дня для международного симпозиума стало обсуждение актуальных проблем сохранения культурно-исторического и природного наследия, а также экологической реабилитации ландшафтов уникального географического региона – степей Северной Евразии. В качестве одного из решений для развития народного хозяйства и сохранения экологии данного региона участникам симпозиума была рассмотрена концепция создания инновационной транспортно-инфраструктурной сети «Оренбургская паутинка». Концепцию предложил доктор географических наук Владимир Васильевич Литовский. В ее основе лежат инженерные решения, разработанные Анатолием Юницким. По мнению Литовского, применение инженерного базиса SkyWay в контексте развития территории Северной Евразии сможет сформировать в регионе высокоэффективную и экологически чистую инфраструктуру, которая станет основой для развития новых отраслей народного хозяйства и энергетики будущего. С деталями предложенного проекта вы можете познакомиться на нашем сайте. Сколько денег теряет человек, стоя в пробках? А целое государство, если не вдаваться подробностям, — это огромные суммы, вылетающие в трубу. Исследователи, изобретатели и управленцы из разных стран ищут решение проблемы перегруженного трафика и предлагают самые разные проекты. Своя версия есть и у проекта SkyWay. Вот что пишут специалисты финансового портала MyFin о решении проблем пробок с помощью технологий струнного транспорта. Струнный транспорт можно использовать как на коротких дистанциях с частыми остановками, так и на больших расстояниях. Минуя пробки, скоростные городские модули, перемещающиеся на втором уровне, будут развязывать сложные транспортные узлы мегаполисов. На сегодняшний день к такому транспорту обращаются нечасто и только в самых обеспеченных странах. Причина тому — высокая сложность и стоимость строительства. Тем не менее, благодаря технологиям введения инфраструктуры, разработанным в струнных технологиях, транспорт второго уровня станет доступнее и сможет распространяться гораздо шире. О том, как новые инфраструктурные решения будут экономить время и деньги, читайте в новой статье финансового портала MyFin, посвященной транспортным системам SkyWay. Ссылку на статью вы найдете на нашем сайте. Струнный транспорт на международной выставке «Инотранс 2018» привлек внимание большого количества гостей. Представители транспортной сферы, предприниматели и просто люди, интересующиеся высокими технологиями из 30 стран мира, посетили стенд «Зао струнных технологий» и своими глазами увидели новинку проекта SkyWay — высокоскоростной «Юнибус». О том, какие впечатления на гостей нашего стенда произвели характеристики нового модуля «Его удобство и комфорт» мы писали в статистическом отчете по итогам проведенного опроса. Однако цифры не способны отразить те эмоции, которые испытали посетители выставки. Поэтому представляем вам видео, в котором Михаил Кириченко поговорил с гостями нашего стенда о том, что они думают о струнном транспорте и как видят его будущее. Полную версию интервью вы можете найти на новостном разделе нашего личного кабинета и сайта. Уважаемые инвесторы и партнеры, приглашаем вас на конференцию SkyWay Capital, которая пройдет 10 ноября 2018 года в Москве. На конференции вы узнаете результаты проделанной работы и развития SkyWay Capital на текущем этапе, свежие новости о технологии струнного транспорта, а также ближайшие перспективы роста и продвижения проекта группы компаний SkyWay. Во второй части мероприятия вас ждет обучение развитию бизнеса по партнерской программе SkyWay Capital на тему «Эффективные встречи с потенциальными партнерами», необходимые компетенции, кейсы региональных кураторов. Подробнее познакомиться с программой конференции, зарегистрироваться и оплатить участие вы можете в личном кабинете SkyWay Capital. 13 октября 2018 года состоится международная конференция SkyWay Capital, на этот раз в столице Грузии – Тбилиси. Первая часть мероприятия будет посвящена презентации SkyWay Capital для потенциальных партнеров и инвесторов проекта. Эксперты компании расскажут о преимуществах инвестирования и перспективах развития компании. Из второй части конференции участники узнают об итогах проделанной работы и развития SkyWay Capital на текущем этапе, свежие новости о технологии струнного транспорта и возможных адресных проектах. Приглашайте своих друзей, знакомых всех потенциальных партнеров и инвесторов на мероприятия в столице Грузии. Вход на конференцию свободный. Подробнее познакомиться с программой мероприятий и зарегистрироваться вы можете в личном кабинете SkyWay Capital. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах. Не забывайте подписываться на наши группы в социальных сетях. И помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok